Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с первым сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк. Погнали! Проверим удачу, а заодно подкрываем контейнеры, в которых могут попасться довольно крутые и очень интересные тачки. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь туда подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Вот, ребята, сейчас только что в наш порт прибыл новый корабль с грузом. На нем у нас будут действительно крутые и топовые контейнеры. Сейчас, в данный момент, у нас происходит разгрузка. Разгрузка контейнеров, в которых может быть абсолютно любая тачка. Какая угодно. То есть это может быть Форд, может быть Ламба, а может быть что угодно довольно-таки крутое и интересное. Давайте вот сейчас посмотрим, что у нас находится в этих контейнерах. Ну, я так понимаю, что тут у нас антикварят. То есть вообще непонятно что и непонятно как. Нас-то они интересуют. Потому что тут одежда, а там антикварят. Нас интересуют только тачки и что с ними связано. Потому что сейчас будем ждать еще одни контейнеры. Ну-ка, вот это вот железяка. Опускайся за контейнером и давайте посмотрим, что будет следующее. Опа, вот он еще один контейнер с тачками Лада. И интересно, там будут тачки или какая-то другая штукенция интересная. Хм, давайте проверим и узнаем. Мне прям очень сильно интересно. И глянуть на это и посмотреть. Потому что это все довольно-таки топово и круто. Вот, опа, опа, опа. Контейнер сейчас будет опускаться. И где-то будет находиться тут. Опа, вот эта штукенция уже опустила кейс. И так, давайте глянем, что у нас тут. Автомобили, да. Тут у нас будут сегодня тачки. А вот какие именно, давайте взглянем. ВАЗ-2110 АК. Девятка. КАМАЗ-близнецов. Ребята, тачка из фильма, из сериала Дальнобойщики. Опа, вот это вот на самом деле уже круто. Мне интересно, нравится, прикольно. Вау. Так, дальше. 21-09, семерка. И вот такая вот легендарная победа. То есть может выпасть. Прикиньте, ребята, если вот такая тачка попадет. Ооо, это вот просто жесть. Но это шанс выпадения просто 6%. Это вот на самом деле очень 6 к 100 получается. Да, где-то вот так вот. Это на самом деле жесть. Далее. Какой-то у нас еще один кейс прибыл. Вот он, еще один кейс. Тоже с ладо-тачками. Ну-ка, а интересно, какой там именно будет. Ну-ка, давайте глянем. Давайте глянем, посмотрим. И тю демо, сю демо. Он у нас приземляется. И тут у нас тоже. Тоже автомобили. Тоже 130К. То есть два контейнера. Бывает ли такое, чтобы два контейнера. Один 146 тысяч, другой 130. Вот это на самом деле круто. То есть в принципе, что тот, что тот. Довольно-таки прикольный контейнер. И что тут шанс выпадения будет такой же, что там. То есть да, у нас есть и Веста, и Семерка, и какие-то другие вот тачки. Но вот интересно, тут будет победа. Вот эта вот легендарная победа. Но походу ее тут нет. Тут у нас только КамАЗ. Вот такой вот легендарный. Хотя нет КамАЗ-близнецов. Тоже есть. Волга, Волга, Волга. А да, победа есть. То есть победа у нас будет тут. И Волга будет. И какой-то еще вот интересная фура, которую я не видел. Но я не особо любитель фур. Но если среди вас, подписчиков, есть какие-то вот действительно топовые фанаты. Именно от каких-то фур. То я обязательно готов поделиться с вами этой победой. И подарить вам вот этот вот КамАЗ. Который я случайно пропускаю постоянно. Вот почему-то я хочу на нем остановиться. А у меня вот он. ЗИЛ 133-54-0. Или как по-другому ее называть. Пока что не понимаю. Окей. Возможно, среди вас есть те, кто любит эту тачку. Но ладно. То есть, в принципе, это довольно-таки круто. Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА провинция онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и довольно-таки крутую игру. В которой ты можешь реально кайфануть. От графики, от онлайна, от машин. И вообще от того, что в ней можно делать. То есть, безграничное веселье, суета и прочее. Поэтому, ребята, обязательно качайте ее. Если что, я играю на седьмом серваке, заходите на седьмой сервак и начинайте играть вместе со мной. Я уверен, что вам игра действительно понравится и вы будете кайфовать от нее. А также, чтобы сразу же получить много денег в игре для этого, ребята, смотрите, что надо сделать. Когда вы зашли в игру, вы нажимаете на буковку М английскую. Далее у вас открывается меню, статистика и бла-бла-бла. Вы переходите в раздел с конца реферальной системы. Четвертый, вот этот вот. И вот тут, в появившемся окне, вам нужно ввести мой промокод личитоп. То есть, вот этот промокодик личитоп. Вводите во вкладку активировать промокод. И все. И вы получаете действительно крутой бонус. Поэтому, без каких-либо проблем делайте. Доводите в суету. И все довольно-таки топово, круто и интересно. Так, ну, следующий кейс. У нас уже будут последние два завершающих. Я так понимаю, сейчас у нас вот такой вот крутой вот... Вот этот вот упадет сюда. А там, скорее всего, будут какие-то тачки, типа Volkswagen, Porsche, что-нибудь еще такое. Ну-ка, а, тут даже непонятно, что угодно. То есть, он может быть вообще пустой. Это, на самом деле, очень рисковый кейс, потому что он стоит и дорого. И, на самом деле, да. Но тут у нас есть кейс Япония. Вот такой вот груз автомобилей. Что тут у нас может быть? То есть, Skyline может появиться. Honda NSX. Land Cruiser. Потом Land Cruiser. Supra. Такая вот Subaru. То есть, тут тачки довольно-таки такие. Да, добротные. В RX Subaru. Но какая-нибудь есть тут легенда? Прям вот такую тачку, которую я еще тут не видел. Среди них Nissan Getter есть. Форестер, еще Форестер, еще Сильвия, еще Honda Civic. Ну, в общем, тут легенды именно Японии, собственно говоря. Но я не вижу тут какой-то тачки прям эксклюзивной или что-то такого. Потому что они все какие-то, ну, такой себе кейс, на самом деле. Я не понимаю, есть ли смысл его брать или нет. Опа, еще один кейс вот такой вот. Что тут может попасться, неизвестно. То есть, его открывать рискованно. Рискованно он, скорее всего, выпадет пустой. И они всегда, в принципе, пустые выпадают. Все, загрузка у нас закончилась. И теперь начнется открывание кейсов. То есть, я считаю, что, в принципе, самое идеальное, это открыть вот этот вот кейс просто вот за 146 тысяч, где у нас могут находиться лады. Если повезет, действительно, мы выиграем либо какую-нибудь фуру, либо победу. Ну, либо какая-то у нас выпадет четырка или что-нибудь еще. Ну, которой уже будем заниматься. Просто, чем японский, я не хочу открывать. Потому что там я не вижу ничего такого, чтобы меня могло заинтересовать. Вот прям максимально. Тут все тачки Mazda RX-7. То есть, все, которые есть в магазинах. То есть, ну, нету ничего такого, чтобы я прям сказал, вау, это тачка, которая мне нужна. Или что-то еще. Ну, поэтому давайте пойдем к тому чуваку. И вместе с ним будем открывать кейсы. То есть, я куплю вот этот вот кейс. Давайте даже вот тыкнем, найдем. Вот, давайте вот КамАЗ, вот этот вот Иваныча и Сашки. Вот это вот все мы берем. Даже ставку больше не будем повышать. Все, я тебе желаю удачи, дружище. Надеюсь, нам выпадут из этих кейсов сразу две легенды. Вот. И, в принципе, все. То есть, теперь у нас есть действительно все для того, чтобы выиграть. Поэтому теперь ждем. Чувак тоже уже открыл. Он ставку уже сделал. Он даже повысил ее. Зачем-то, зачем-то, зачем-то он еще повысил. Да я тебе желаю удачи. Я уже свой взял. Просто удачи подошел пожелать. Он уже переживает, что я буду перекупать или что-то еще делать. Да, агрессивный чувачок. Он просто нервничает, думает, что не повезет или что-то еще. Но у нас уже остается 40 секунд до открытия кейса. Действительно, надеюсь, что нам выпадет что-то топовое, что-то интересное, что-то крутое. Вот прям очень-очень-очень жду этого. А чувак прям нервничает. Даже если я к нему опять подойду, он будет нервничать. Потому что он, да, такой вот чувачок, который переживает или что-то еще. Так, ладненько. Давайте все-таки не будем его нервировать. Пускай он сконцентрируется на победе. И я сконцентрируюсь. И глянем, что у нас с ним выпадет. Так что, чувак, ну желайте удачи. Надеюсь, нам выпадет что-нибудь реально топовое. Мы будем ждать. Будем ждать, 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 ждать. И вот 3 секунды. Раз, два, три. И должна открываться у нас игра. О, четырка. Ура. А у него там что? Волга. Волга и четырка. Понимаете? Ну, что-то такое себе. Но мы вроде как кейсы окупили. Конечно, кейс окуплен. Но четырка, до четырка. Почему бы и нет? Давайте ее возьмем. Пускай она у нас будет. Ура. То есть, даже что? Она у нас сразу на номерах, что ли, была? А, там еще были номера. Сейчас их нету. Но в любом случае. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Довольно-таки круто. Поедем, покатаемся на четырке. Поэтому, дорогие друзья. В принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. И пишите свои крутые комментарии. Ну, а кодовое слово в этом ролике будет открытие кейсов. Все, кто напишет слово открытие кейсов, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. И ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем до скорых встреч.